На телеканале Сампо ТВ 360 новости. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем сегодня. До этого я приехал, чтобы в школах тоже Республика Карелия было так, как и в этом президентском кадетском корпусе. Новый полпредпрезидента на северо-западе приехал в Карелию. Что увидел и что отметил Александр Беглов. Лыжня России 2018. Массовый забег. 3 километра. 300 метров. Лыжня России 2018. Сколько участников собрала массовая гонка. В этой же резиденции будет работать почта Борея. Главное зрелище гипербореи ждет петрозаводчан. Ради чего стоит отправиться на набережную в эти выходные. В следующем году в Петрозаводске будет построена новая школа. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с полномочным представителем президента на северо-западе Александром Бегловым. Она состоялась в рамках рабочей поездки полпреда в Карелию. Александр Беглов назначен полномочным представителем президента на северо-западе 25 декабря прошлого года. В новом качестве в Карелию Беглов приехал впервые. На встрече с карельским главой речь шла об исполнении поручений президента на территории республики. Глава Карелии рассказал о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики и обеспечении школ новыми автобусами, реализации федеральной целевой программы по развитию Карелии до 2020 года. Одним из приоритетных ее направлений является строительство здания аэровокзала с пропускной способностью не менее 300 пассажиров в час. Сейчас есть положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию. Артур Парфенчиков также рассказал Александру Беглову о вопросах, над решением которых правительство работает. К примеру, в Петрозаводске и в некоторых районах есть школы, где дети учатся во вторую смену. В начальной школе ее приходится вводить из-за нехватки помещений в образовательных учреждениях. В Петрозаводске проблема стоит остро. Новую школу в столице Карелии на 1200 мест начнут строить в следующем году. Выполнение в Карелии майских указов президента – главная цель визита Александра Беглова в республику. Один из указов о качестве образования. Поэтому не случайно в графике полпреда два образовательных учреждения. Это финно-угорская школа имени Элиаса Леонрата и Петрозаводское президентское кадетское училище. С подробностями Светлана Воробьева. Спеть песню так, чтобы все подумали – это финские дети. Здесь это легко. В финно-угорской школе карельский, вепский и финский учат все 11 лет с первого класса. Такое учреждение единственное на северо-западе. Гостей встречают рэпом на карельском, а потом показывают, чем живет школа. Это очень самобытный мир. Кружку кружевоплетения на коклюшках, например, уже более 20 лет. Старшие кружевницы пишут сочинения на кружевах, а начинается все еще в юном возрасте. Тут надо плести. Перевизь плести – это формула сетки. Изучение родных языков, литературы, традиций – как это важно для мира и согласия. На встрече с представителями национальных общественных объединений полпред делится впечатлениями. Подчеркивает, Россия – многонациональное государство. Когда у человека широкий кругозор, и он знает культуру других народов, он больше понимает, как устроен мир, он больше толерантен становится. Следующее образовательное учреждение в программе визита полпреда – Петрозаводское президентское кадетское училище. 1 сентября здесь сели за парты первые курсанты. Маме было сложно со мной расстаться, но папа сказал, что это нужно, что это хорошо. Мама, конечно, через слезы отпустила. Иван из семьи военного мечтает стать летчиком, понимает, здесь образование на ступеньку выше, и его планы осуществятся. Полпреду показывают класс биологии, его используют для основного и дополнительного образования. Далее – лазерный тир, кабинет автомобильного дела и видеостудия. На таких занятиях курсанты совершенно всерьез проходят профориентационную подготовку. После увиденного журналисты ожидаемо спрашивают, когда такие школы станут правилом. Для этого я приехал, чтобы в школах тоже в Республике Карелия было так, как и в этом президентском кадетском корпусе. В целом уровень современной школы примерно сопоставимый. Естественно, мы сейчас, когда говорим о строительстве новой школы в Петрозаводске, то мы будем стараться, конечно, делать эту школу современную. Глава напоминает, сейчас ожидается открытие современной школы на 330 учеников в Ледмазере в перспективе Кем. Подводя итоги своей поездки, Полпред отмечает и индекс промышленного производства, и строительства, и дороги – все положительные изменения благодаря жителям республики. Жители республики хорошо за это время поработали, если взять последние шесть лет. Это показатели и наполнение бюджета, и во всех других отраслях. Люди работали, и хорошо работали. Но самое большое впечатление у Полпреда от гостеприимства и дружелюбия жителей республики. Александр Беглов пообщался не только с молодежью, но и уделил внимание старшему поколению. По поручению Владимира Путина он поздравил с 90-летием, бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей, ветерана труда Ольгу Яковлевну Ромбачеву. Подробности у Натальи Кузьминой. Ольга Яковлевна Ромбачева родом из села Кузаранда Медвежегорского района. Сейчас живет Петрозаводский и ни на что не жалуется. За плечами у нее осталась война, оккупация, работа в финских концлагерях, многочисленные потери друзей и родных. День, когда молоденькой девочкой она впервые увидела финских захватчиков, Ольга Яковлевна отчетливо помнит даже спустя 77 лет. Помню хорошо, как в соседний дом пришли, автоматы на крыльце оставили, а сами в избы зашли. А мы притихли все. Первый раз увидели этих фашистов. Фашистами мы их читали. В 14 лет Ольга Яковлевна оказалась в финском концлагере. Вспоминает, что в первый год голода не было, удалось сохранить и спрятать кое-какие запасы зерна. Мы положили на матрасник зерно и на нем спали. А придут, нету, 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 ничего нету, мы спим на нем. В период с 41 по 44 год Ольга Яковлевна прошла несколько концлагерей. Вспоминает, что финны ее не обижали. Главное, нужно было четко выполнять свою работу. В 15 лет наравне со всеми зимой ей приходилось заготавливать кубометры дров, копать, а иногда и пробивать с пятиметровой траншеи среди вековых деревьев и скальных пород. А вечерами в одном из лагерей, где днем Ольга Яковлевна вместе с остальными женщинами стирала одежду военных, финны просили ее петь. Придет капитан, придет, спросит, спойте песню, Катюшу. А мы сытые, а что нам здесь петь? А мы поем. Споем, он сказал, кейтас, 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 и нас на ключ закроют, и до утра. После войны Ольга Яковлевна обучилась столярному делу, сменила множество рабочих мест. Трудилась и в Польше, и в районах родной Карелии, и в Петрозаводске. Большую часть трудовой жизни посвятила работе санитаркой в больницах. И даже выйдя на пенсию, Ольга Яковлевна продолжала трудиться. 7 февраля этого года она отметила юбилей. Ей исполнилось 90 лет. По поручению Владимира Путина, полпред Александр Беглов вместе с Артуром Парфенчиковым приехали лично поздравить Ольгу Яковлевну. Гости вручили Ольге Яковлевне цветы, подарки и письмо от президента России. А Александр Беглов расспросил ее о самочувствии и теперешней жизни. Квартира хорошая, пенсия хорошая, но я не работаю сейчас. Ну сколько можно бы работать? Вы неравно перестали работать. Ну, можно было бы еще, но на дачу надо. Что передать в огнение еще? Ну, так держать. Так держать? Да. Я думаю, что больше я могу передать. Так держать? Да. То есть нормально он держит на ваш взгляд? Нормально, нормально, да. Когда высокие гости ушли, Ольга Яковлевна вместе с родными села пить чай и уже в семейном кругу прочитала поздравления от президента. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Я, Путин. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Наталья Кузьмина, Борис Касьянов, САМПО ТВ 360. Лиственную древесину из Пудажа будут перерабатывать в Лахденпухе. Очередное соглашение, направленное на развитие лесопромышленного комплекса Карелии, подписали в правительстве республики. Договор о поставках сырья заключили холдинг «Кареллеспром» и собственник Лахденпухского предприятия «Карельская фанера» – компания «Доми Селл». Документ дает возможность осваивать лиственные делянки «Кареллеспрома», которые раньше не использовались. Для «Карельской фанеры» договоренности позволят развивать свое производство, используя карельское, а не привозное сырье, а также увеличить объемы переработки. Плохого леса не бывает. Бывают плохие хозяева. И не может такого быть, что береза была невостребована или осина. Нет такого понятия уже, как древесный мусор. Такого не бывает. Это ценнейшее биологическое сырье. Напомним, что компания «Карельская фанера» – единственное предприятие в регионе, выпускающее березовый шпон и фанеру. В конце января в Лахденпухском районе было подписано соглашение о сотрудничестве правительства республики с предприятием. В 12-й раз Карелия присоединилась к всероссийской гонке «Лыжня Россия». 20 тысяч жителей республики встали в минувшую субботу на лыжи. В Петрозаводске гонка прошла на территории республиканского спортивного комплекса «Курган». В лыжне все возрасты покорны, поэтому к стартам допустили всех желающих. Этот праздник стал самым любимым, самым знаковым в России. От Владивостока до Калининграда наши земляки стартуют в настоящее время. И действительно, этот праздник стал самым-самым массовым. Было предусмотрено несколько массовых забегов. Для спортсменов, мужчин и женщин – 10,5 километров соответственно, а также для дошкольников и взрослых. Три, два, один, старт! «Лыжня России 2018» – массовый забег 3 километра 300 метров. Всем участникам удачи! Уже по традиции на «Лыжне России» была организована сдача норматива в ГТО. Нормативы по лыжным гонкам предлагали сдать на дистанциях 1,2 километра. В Министерстве спорта республики сообщили, что примерно 10 тысяч петрозаводчан провели субботний день на лыжне. Сегодня журналисты встретились с Бореем, символом Гиперборея. В этом году самые зрелищные мероприятия зимнего фестиваля продлятся два дня. Не только 17, но и 18 февраля, когда на набережной отпразднуют гиперборейскую масленицу. Какие еще новшества ждут петрозаводчан на главном зимнем мероприятии Карелии, узнавала Евгения Легкая. На Онежской набережной Петрозаводска активно ведется подготовка к зимнему фестивалю Гипербореи. Поставлены кубы – 11 со льдом и 20 со снегом. В этом году к большой радости мастеров снег искусственный, он более эластичный и яркий. В центре Советской площади возвышается шатер – будущий чертог Борея. Через несколько часов в нем установят трон, а рядом вырастет сад кристаллов. До 17 февраля шатер будет открыт ежедневно с 17 до 19 часов для отправки фирменных гиперборейских писем. В этой же резиденции будет работать почта Борея. Она даст возможность всем желающим отправить прямо из моей резиденции вот такие замечательные открытки в любую точку мира. В этом году на зимнем празднике ожидаются и другие новшества. Петрозаводчан будут кормить карельской ухой, блинами с икрой и красной рыбой. На гиперборейскую масленицу приедет самый настоящий псковский богатырь, который возглавит костюмированное шествие. В рамках фестиваля проводится творческий конкурс по изготовлению арт-объектов из железа, стекла и дерева, музыка ветра, на которые подано уже больше 20 заявок. Официальное открытие с жеребьевкой мастеров и гиперборейским напитком грогом состоится уже завтра, а кульминация праздника на выходных. Конечно же не пропустите основной день, 17 февраля. Там будет очень-очень много интересных мероприятий, начиная с часа дня, заканчивая фейерверком под конец всех мероприятий. Кроме информации о развлечениях, на встрече с Бореем начальник управления культуры Сергей Соловьев предостерег гостей праздника. Он пояснил, что из-за тонкости льда в целях безопасности все мероприятия перенесены на берег. Он настоятельно попросил людей не выходить на лед, за оградительные ленты и не подпускать детей близко к скульптурам. Евгения Легкая, Борис Касьянов, Сампо ТВ 360. Новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко и наш дружный коллектив. Говорим вам до свидания. 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова